Ренат старательно повторяет за учителем домашнее задание и с удовольствием осваивает новый материал. Татьяна Юрьевна знает своего ученика уже почти 7 лет и отмечает, мальчик становится внимательнее и спокойнее. Читаем с помощью, цифры знаем, состав вот сейчас перед вами повторяли числа, пишем. Ну, пишет по сравнению с 7 годом лучше, конечно, самостоятельно. Расписывает, может, писать с печатного текста сам. Диагноз Рената Баширова – ДЦП. Несколько последних лет стали мучить еще и приступы. Иногда они случались несколько раз в день. Лекарства не помогали, состояние ухудшалось. В областном министерстве здравоохранения предложили ехать в Москву по квоте в Республиканскую детскую клиническую больницу. Документы сдали, ждали ответа в министерстве. Все, ответ пришел, мне позвонили, я поехала, ну, первый раз когда-то. И поехали с ним, документы опять все анализы собрали, поехали туда. Признается, первый раз было страшно. И соглашаться на операцию, гемисферектомию, тоже было страшно. Но Миля взяла себя в руки. Операция прошла хорошо. Теперь они с сыном дважды в год ездят в столичную клинику на реабилитацию. Вот у меня квоты на руках, все билеты на руках, 10 декабря уже едем. Но для того, чтобы получить многие виды высокотехнологичной медицинской помощи, оренбургцам не всегда надо ехать в Москву или другие крупные города. За последние три года ее объемы увеличились почти на 40%. При этом три четверти. Рост обеспечен за счет развития передовых технологий именно в клиниках области. Оренбургская областная клиническая больница номер 2 – это многопрофильный больничный комплекс. 53 структурных подразделения, современное диагностическое и лечебное оборудование. Здесь принимают пациентов из Оренбурга и области, Российской Федерации и зарубежья. Врач высшей категории Фарид Уразов руководит урологическим отделением со дня его открытия уже 14 лет. На его глазах менялось оборудование, осваивались новые технологии. В 2007 году был открыт кабинет литотрепсии, что позволяет пациентам получать лечение бескровным способом. На средства областного бюджета приобретена эндоскопическая стойка высокого класса стоимостью порядка 7 миллионов рублей. Компьютерный томограф, аппарат ЦИДУГА, наркозное оборудование и многое другое позволяют сейчас проводить малотравматичные операции, которые составляют 98% от общего объема проводимых оперативных вмешательств. А их в год проводится более 1600. Лапароскопически широко стали применяться последние 2-3 года у нас. И именно объем нарастает, количество и виды операции. Это и удаление почки, и резекция почки. Часть почки удаляется. Реконструктивно-пластических операций много. Как показывает практика, после подобных малотравматичных операций пациенты выписываются домой уже через 2-3 дня. И в дальнейшем восстановление проходит намного легче и быстрее. Серем Шунчалеев поступил в областную клинику из Илекского района и прооперирован 18 ноября. Через 4 дня уже готовится на выписку. Как попало? Камень сдвинулся, температура появилась и все прочее. И попало так. Сначала в район, в Солерка, потом сюда перевели. Все. И здесь сделали помощь хорошо. Все целиком бесплатное лечение было. За 4 года финансирование высокоспециализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в области увеличилось почти в 2 раза. Выросло количество организаций, оказывающих данную помощь. Расширился перечень услуг. Сегодня в арсенале областных специалистов около 400 различных методов лечения. Человек поступил из района. Значит, обстоятельства следующие. Заподозрили внимание. Привезли к нам. И выявили, видите, какое? Огромнейшее образование в левом легком. Мы его прооперировали. Убрали ему полностью эту опухоль. К сожалению, у меня не сохранился снимок после операции. Но, поверьте мне на слово, легкое стало точно таким же. И после вот этой опухоли остался небольшой рубчик. Отделение таракальной хирургии своих первых пациентов приняло в 2005 году. Спустя 11 лет здесь проводят все виды операции на грудной клетке, в том числе малоинвазивные. Часто бывает, что, особенно в районах, бывает, что люди привозят с травмами там грудной клетки, то есть повреждениями легких, с пневмотораксами, повреждениями ребер, с гемотораксами. То есть это кровоизлияние в грудную клетку. И такие операции тоже можно проводить малоинвазивным способом. То есть, если раньше приходилось с гемотораксом разрезать грудную клетку, доставать эту огромную гематому, то сейчас в настоящих условиях, и это не только у нас, это тенденция вообще общероссийская и общемировая, что теперь это можно делать через маленький прокол. Особенность патологии органов грудной клетки состоит в том, что нередко заболевания протекают абсолютно безболезненно. Поехала на флюорографию, и на флюорографии обнаружили диафрагмальную грыжу. Потом поставили в Оренбург на консультацию. Я приехала, и тут сказали, что надо удалять. Любовь Сергеевна Шичкина из Первомайского района. Заболевание было выявлено во время прохождения диспансеризации. Я думаю, что мы будем расширять активность немножко нашу, то есть двигаться, кушать. Я думаю, что все будет у нас хорошо. В 2016 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи из областного бюджета было предусмотрено 730 миллионов рублей, из федерального – более 146 миллионов. Доля территориального фонда ОМС – почти 811 миллионов рублей. Сейчас мы ввели проводничок, по которому, как монорельс, так называемый методикат, по нему на этот проводничок будет одеваться уже наши другие инструменты. Вначале болоны, которые производят расширение в этих местах сужения, а потом эндопротезистент, осечистая структура, которая изнутри заполнит сосуд, расширит его и позволит в крови поступать в достаточном количестве сосудов. Стенсирование оказывается предпочтительным, потому что это тоже малая лазильная операция, под местной анестезией, без разрезов и так далее. Бич 21 века – сердечно-сосудистые заболевания. Ишемическая болезнь сердца, инфаркт и инсульт являются основными причинами смерти во всем мире. Именно поэтому так необходима правильная организация кардиологической службы. В декабре 2000 года в Оренбургской области впервые выполнена операция на открытом сердце. Сейчас в кардиохирургическом отделении 1-й областной клинической больницы за год проводится порядка 360 плановых операций. Это операции аортокарадарного шунтирования. Этих операций у нас большинство. На втором месте операции на клапанном аппарате сердца. То есть это либо протезирование, либо реконструкции. Делаются операции при врожденных пороках сердца, при опухолях сердца, при поражении магистральных сосудов. После кардиохирургического вмешательства пациент находится в палате интенсивной терапии. Через 1-2 дня переводится в общие палаты. Как дышится? Чувствуем хорошо. Дышим? Отеков нет? Нет, отеков нет. Людмила Родина перенесла операцию на митральном клапане. Несколько месяцев назад, получив квоту, отправила свои документы и в Москву, и в Оренбург. Приглашения пришли одновременно и сразу из двух кардиологических отделений. Я решила, что здесь лучше будет делать. И мне подсказали, что здесь очень хорошо, говорят, делают. Чувствую себя хорошо, свободно. Сейчас как-то уже хожу, задыхалась вообще не могу. Немножко пройду уже, мне надо обязательно посидеть. А сейчас все нормально. Ежегодно происходит увеличение количества как диагностических исследований, так и рентгенохирургических операций. При этом на высоком уровне остаются показатели качества. Продолжается освоение новых методов. Большое внимание уделяется подготовке кадров. В этом году впервые заработала у нас при нашем медицинском университете. Я возглавляю курс по рентгенохирургии. И мы сейчас впервые проводим сферкционный курс сами для своих врачей. Это врачи нашего отделения и врачи, которые будут работать в районах области. Экстракорпоральное оплодотворение также относится к высокотехнологичной помощи. Благодаря квотам, которые предоставляет областная программа, ежегодно более 500 оренбурженок имеют возможность бесплатно получить лечение методом ЭКО, позволяющим родить желанного ребенка. В октябре текущего года кабинет, в котором принимаются бесплодные пары, открыт в Орске. Проходит лицензирование еще один такой же кабинет на западе области, в Бузулуке. Бесплодие проблемы хронической. Иногда пациентке неоднократно в течение одного месяца нужно попасть на прием к доктору. Поэтому, на наш взгляд, эта служба будет более доступной. Но поскольку это структура все-таки специализированного медицинского учреждения, она будет более качественной, поскольку контроль качества за нами остается. Но и очень приятно, я думаю, для жителей области, что она бесплатна, поскольку весь наш центр оказывает помощь в рамках ОМС. Сейчас около 40% из тех, кто получает высокотехнологичную медицинскую помощь в области, это сельские жители. И работа в этом направлении будет продолжена.